Хотя почему? Здесь все-таки квартира, кровать. А можно было не в кровати с незнакомым мужиком проснуться, а под забором где-нибудь. Так что ехать есть куда. Сосед по кровати спал, отвернувшись. Опершись локтем о подушку, Нинка перегнулась через его плечо и заглянула ему в лицо. Лицо было совершенно незнакомое. «Интересно, что мы с ним делали, прежде чем задрыхнуть?» — подумала Нинка. Этого она точно не помнила. Вообще ничего она не помнила. Даже как оказалось в квартире, не то что в кровати. Кровать была какая-то допотопная, высокая, железная, с потускневшими шишечками на спинке. Нинка слезла с нее и, стараясь не шлепать босыми ногами по полу, направилась к двери. Удерживать направление было нелегко. Ее шатало и сносило в сторону, как палый лист на асфальте. Вдобавок пол был холодный и вообще было холодно. Не топили в этом жилище, что ли? Но при таком вот пронизывающем холоде лицо у нее горело, как в тифозном жару. «Причем здесь это?» — серзито подумала Нинка. «Можно подумать, я хоть одного тифозного видела». Такое странное сравнение пришло ей в голову, наверное, потому, что последняя лекция, которую она посетила на Истфаке, была посвящена истории гражданской войны. Или не потому, что может быть причудливее похмельных ассоциаций. Разве что наркотические, но наркотиков Нинка не пробовала. Видимо, все-таки сказывался внушенный родителями ужас перед ними. В тесный холл выходило несколько дверей. Одна из них вела в ванную. Нинка прошлепала туда и, до отказа, открутив кран, зажмурившись, сунула голову под струю холодной воды. При этом она жадно глотала воду, стекающую с ее носа и волос. Это был верный путь к простуде. «Ну и пусть!» — мрачно подумала она. «Ну и наплевать!» Простуда, видимо, ожидала Нинку в недалеком будущем, но сейчас, в мрачном настоящем, она почувствовала себя гораздо лучше. По крайней мере, жажда была утолена, шатать перестала, и жар приугас. Щеки, правда, горели по-прежнему, но теперь уже не от похмелья, а от холодной свежести, и это было бы даже приятно, если бы хоть что-нибудь могло быть ей сейчас приятно. Вытирать голову Нинка не стала. В том относительно ясном состоянии ума, которого она от себя так решительно добилась, пользоваться чужим полотенцем ей было уже противно. Она провела ладонями по волосам, сгоняя с них воду, как с крыши, благо стрижка у нее была короткая и вышла из ванной. За одной из дверей, ведущей в комнаты, был слышен богатырский храп, за другой — возня и хихиканье. Дверь в кухню была открыта, Нинка вошла в нее и огляделась. Собственно, оглядывать здесь было нечего. Обычная кухня в обычной хрущобе. Тесно, убого, безрадостно. Мебель не менялась с советских времен, на посудной полке в ряд были выстроены красные в белый горох банки для сыпучих продуктов, а на старой газовой плите стоял советский же закопченный чайник со свистком. «Вот где историю изучать», — подумала Нинка. «И универа не надо». Она зажгла огонь под чайником и забралась ногами на обитый дерматином угловой диван, точнее сундук, дожидаясь, пока вскипит вода. Ступни были ледяные, плечи и руки тоже, вообще вся она замерзла. На Нинке была только длинная, до колен, майка неизвестного происхождения. Нинка даже поеживалась от брезгливости. Она немедленно скинула бы из себя эту сомнительную одежду, но ничего другого, ничего своего в обозримом пространстве не наблюдалось. Откуда взялась эта непомерная майка, плечи которой болтаются на локтях, почему оказалась на ней, оставалось только догадываться, но даже и догадываться об этом не хотелось. Собственное положение представлялось ей настолько безрадостным, что не хотелось вообще ничего. Нинка сняла с плиты засвистевший чайник и залила кипятком чайный пакетик, обнаруженный в одной из красных банок. Чай вонял веником и карамелью, пить его было не так. Продолжение следует...